Привет всем! Вы на канале В Добрый Путь! Сегодня 19 мая, а это значит, что здесь мы уже в Батуми 3 месяца. Нам здесь все нравится, ну, практически все нравится, вполне хорошо. Сейчас здесь начинается купальный сезон, мы его уже открыли, уже несколько раз купались. Сегодня погода солнечная, теплая, правда есть ветер и на море волны. Причем волна такая, достаточно хорошая, сильная, купающихся немного, только отважные пацаны. В основном люди принимают солнечные ванны. Людей, кстати, еще не очень много, но они есть. Здесь все-таки основной сезон будет, наверное, с июня. В мае еще только самое-самое начало. Но если вы располагаете временем, то можно сюда и в мае приехать. Сегодня небольшой, буквально маленький влог, чтобы показать вам ситуацию на сегодняшний день. Мы еще планируем пойти, наверное, в Sky Bar. Это в отеле Hilton наверху, на 20 каком-то там этаже. Там есть бар, хорошая панорама. Вам все покажем. Ну что, сегодня волна сильная, да? Видел? Смотри. Такая волна. Люди даже не очень хотят купаться. Хотя вот, ныряют все равно. Девчонка прыгнула. Вот сейчас нам Оля расскажет, что это за девчонки прыгают. Бесстрашные цыганские дети. Им, видимо, терять нечего, да? Им уже все, они прошли все. Огонь, вода и медные трубы. На самом деле она может ошибаться. Это могут быть кто угодно. Просто они как-то прям в одежде прыгают. Мы их уже видели. Вот, пожалуйста, и есть девушка, которая тоже отважная, пытается войти. Вон там-то смотри кака. Везде. Дядька вошел. Все они просто шикарные волны для... То есть, честно, парень вот очень много на пивас. Затягиваемся обратно. Да, да, я знаю, это тяжело выходить. Да, я думаю, что долго не было. Тем более по камню. Я по камню так-то тяжело выхожу. А если при таких волнах... Тут надо расслабиться и ждать, когда тебя выкинет. Нет, мы не будем прыгать, волна сильная. А Тимка думал, что сейчас как придет, как начнет прыгать. Нет, точно не сегодня. Видите, как тяжело выходить. Еле вышел. Море взбаламучено такое, мутное, грязное. Когда волны, весь песок поднимается, становится грязно. Тимка, сегодня не купальный сезон, не надо раздеваться. Не сегодня. В следующий раз, когда волны не будет. Пойдемте дальше гулять. Ребята, я вляпался. Мы намосили ножки. Страшно. А зачем пошел? Мы не пойдем, нет, не зови нам. Ты сам хотел, сам иди. Нет, я не буду. Я сегодня не плам. Из нас никто не пойдет. Мы тебе уже сказали. Здесь, в Батуми, на набережной стоят вот такие вот скамеечки, на которых можно прилечь и отдохнуть. Можно вот так посидеть, смотря на море. А можно даже и прилечь. Вот так. Раз. Если есть, что положить под голову, то будет совсем удобно. Лежишь и наслаждаешься морским воздухом, морским пейзажем. Рядом ходят люди. И можно дождаться, когда тебе предложат еды. Позади меня ремонтируется ресторан в античном стиле. Там идут сейчас строительные работы. Его либо расширяют, либо что-то еще. Потому что вроде как он уже был. Еще в прошлом году я видел его на видео у других ребят. Народу на набережной не так уж и много. Субтитры сделал DimaTorzok Мы правильно нашли вход, оказывается, с первой попытки. Говорят, тут будет скайбар, записываю. 20-й. Нажимайте, пожалуйста. А это, видимо, где играют. Втором этаже кассидо. Но мы не пойдем. Мы не любим это дело. Хотя Оля бы поставила пару фишечек. Ну-ка. Мы идем в скайбар. Там сейчас будет хороший, красивый панорам. Теплые комнаты, казино. Здесь играет приятная музыка. Из лаунж-листа. Да, очень высоко и приятный обзор здесь. Даже дух захватывает. А вот там дельфинчики ныряют. Когда-то в 11-м году мы там были. Тимка даже с ними плавал. Здесь можно поплавить дельфинами или же смотреть представления с этими замечательными млекопедающими. Девять сорок. Время Читаника. Очень приятный вид здесь. Очень красиво. Это мы еще только на одной стороне. Сейчас мы пойдем ближе к морю и там покажем. Подъем сюда совершенно бесплатен для гостей не только Хилтона, но и Батуми. То есть любой желающий может прийти и посмотреть на эту красоту. По традиции мы, конечно же, спросим у Оли ее мнение. Здесь потрясающий вид. Сюда стоит подняться. Да? Да. Там еще парусник не видно вам. Очень красиво. Сколько стоит? Ничего. То есть бесплатно, да? Это вообще радует, да? Все, что... Там парусник. Сюда стоит прийти. Очень классно. Повышает прям настроение. И при этом видно вот эту легендарную постройку со времен замечательного фильма «Любовь и голуби», который лично я не очень помню, поэтому нужно фильм пересмотреть. Но говорят, она была в кадре. Или как минимум здесь это снималось, да? Что-то снималось. Но я в кадре тоже не помню. Я тоже не помню этого в кадре. Так как съемки происходили здесь, в Батуми, возможно, она фигурировала. Эти горлые, эти пальмы, но адрес мой, ты навсегда, ссосуем, давай танцуем! Какие звезды здесь, что они идут. А? Светит. Ой, и луна качается. Можете оценить количество народу на пляже. Сейчас их не так много, потому что сегодня, ну, волна, море, двух-трех оттенков. Может, конечно, и больше, но таких видимых несколько всего. Так, прям вот видно пятнами так идет. Ну, красиво, красиво. Сверху вообще всегда все красивее. Тим, нравится? Вот это университет внизу. Фонтан сегодня не работает почему-то. Деревья в виде мороженок. Блин, птички летают на такой высоте, им так красиво оказывается. Я вообще не понимаю, почему они на все это дело, как? Как им не стыдно. А вот там вдалеке находится собор, да? Я так понимаю, что это он? Святой Троица, да? А вот там вот находится станция Арго, куда поднимаются на канатной дороге. Ну, вам, скорее всего, не видно будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это классное место хотя бы потому, что здесь не нужно толкать двери. Они сами начинают ездить. Мы уже отвыкли от такой роскоши. Значит, вход со стороны шерифа Ахим Шаршвили. Вот. Я предлагаю идти на набережную. Пойдемте. Сзади меня стоит известный в Батуми отель Шератон. Напротив него находится бассейн. Вот буквально с него выйти и пройти. Вот здесь. Мы только что туда сходили и узнали. Во-первых, мы думали, что там морская вода. Оказывается, как нам сказали ребята на входе, там обычная вода. Возможно, даже с какими-то очистителями, что не очень полезно. Но самое интересное, что одноразовый пропуск, вход, стоит 50 лари. Также есть абонемент на неделю, по-моему, 200. Ну, и, соответственно, есть и годовые. АПЛОДИСМЕНТЫ Попробовал кофе по-батумски. Честно скажу, я не впечатлен. Но я и не гурман кофе. Я его пью очень редко. А до этого мы заходили в кафе Царадена, который около парка 6 мая. Там я пил просто кофе. Называется турецкий кофе. Они очень похожи. И особой разницы я не заметил. Ну, разве что турецкий кофе все-таки погуще. В Царадене он стоил лар пятьдесят, а здесь он стоил два. Вот и вся разница. Ага, спалилась. Я доедаю. Вот не мое мороженое. От Тимура. Кость на тебя. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ